Всем привет и добро пожаловать на канал Коллекционер Цветов. Меня зовут Ирина. Уже шестой год я коллекционирую растения. И вы смотрите вторую часть видео, посвященную моей коллекции сортовых колиусов. В этом видео я покажу несколько композиций с колиусов, как они выглядят до и после, а именно в мае и августе. Мы пройдемся по цветникам и вы увидите много сортов колиусов с названиями. Это поможет вам выбрать любимчиков и собрать свою коллекцию. Предупреждаю, что местное лето 2021 выдалось полностью холодным. Сегодня 26 августа, температура в доме плюс 21, а за окном плюс 16, а ночью всего 9 градусов тепла. Прошу учитывать это, оценивая мои результаты. Я начну с композиции из сортов подводной серии. Почему подводной? Потому что американские названия этих колиусов связаны с морскими жителями. Например, колиус лайм шримп, лаймовая креветка, колиус молтен коралл, плавленый коралл и колиус бон фиш, рыбья кость. Эти сорта имеют оригинальную форму и окрас листа. От их скрещивания при завязывании семян получаются великолепные гибриды. Итак, в мае я пересаживаю перезимовавшие растения в горшок 20 см в диаметре, присыпаю питательной землей, поливаю и оставляю расти в полутени. Давайте посмотрим, что же из этого получилось летом. Вторую композицию попробую сделать из высокорослых сортов. Black Prince, Mariposa, Highness. Они уже в мае высокие, низ оголенный. Прикрою его ползучим трейлерным видом колиуса, сорт трейлинг саламандра. Я добавила в горшок только одну саламандру. Этого оказалось мало, надо было хотя бы штучки 3 подсадить. Верхушки колиусов я прищипываю, только когда вижу цветонос. Пока оставлю так, как есть. Смотрите, как у отрасли эти колиусы к августу. Третья композиция из трех сортов. Seaweed, Red Coral и Firefingers. Аббревиатура UTS указывает на сокращенное название морской серии. От английского Under the Sea. В общем, на русском эти сорта звучат так. Красный коралл, морская водоросль и третий сорт, не относящийся к морской серии, огненные пальчики. Все три сорта похожи своими кружевными мелкими листочками. И хорошо смотрятся в совместной посадке. Вот они летом. Красный Red Coral из подводной серии. Черный Seaweed также из подводной серии. И кружевные огненные пальчики Firefingers. Должны быть с красной сердцевинкой листа. Но из-за нехватки солнца и тепла, листики еще не покраснели. Возникает вопрос, зачем выращивать колиусы в горшке, если есть сад? А затем, что схватил горшок и понес прикрывать в цветник пустующие места. Горшки совершенно незаметны глазу. Уход за горшочными колиусами такой же, как и за колиусами в открытом грунте. Это полив из шланги и обрывание цветоносов. Так как семена я не собираю, потому что не успеваю. Конечно, я много теряю из-за переопыления разных сортов колиусов. Получаются удивительные сеянцы. Пусть и безымянные, но восхитительной красоты. В то же время, я довольна и тем, что каждый колиус в моем цветнике имеет название и учет. В конце августа, когда я начинаю очеренковать колиусы на зимовку, то хожу по саду со списком и ставлю галочки, чтобы никого не забыть. Оказался в тени, поэтому не чисто красный. Волл-стрит. Ползучий пачвокровник. Бургунди вединг трейн. Бургундский свадебный поезд. Найт Скайс. Ночные небеса. Сорт похож на Сатурн, но у него по листу такие точки, звезды. Пайнэпл Сплэш. Ананасовая вспышка. Очень к нему подходит Вельвет Моха. У них одинаковая форма листа. Позади Вельвет Моха Алабама Санцет. Справа Морган Ли Фэй. Эль Бритто. За ним Каракас. Аватар. Питер Свондер. Питер Свондер. Дезерт Санцет. Закат в пустыне. Хедвих. Блэк Лейс. Черное кружево. Скай Файер. Небесный огонь. В этом году вообще не вырос. Вот для сравнения его фото в прошлом году. Фрайд Найт. Рядом Ордо Пиренеен. Пиренейское золото. Я уже обрезала некоторые кустики на черенки. Это остатки Висли и Флейн. Справа сорт Джитерс. Киршрот. Киви Фарн. Трейлинг Саламандер покрылся мучнистой росой из-за холодной погоды. Фантастик. Спайсит Кюри. На заднем плане Гленис. Центурион. Хотти. Тристин Твир. Эх, солнце светит да не греет. Ветер с Северного моря очень пронизывающий. Сорт Сатурн. Шторми Веза. Нью Хорикан. За ним Инки Фингерс. Чернильные пальчики. И Ред Пин. Сорт назван в честь тайландского острова Кох Панган. Хани Пай. Медовый пирог. Электрик Слайд. Голд Дрэгон. Зайду по другую сторону Гортензии. Здесь у меня Калиозаурус. Чайна Роуз. Викториан Рафлс. У него еще должна быть Красная Каемка. Блэк Принс. Голден Дрэмс. Зелененькие. Это Лемон Энд Лайм. У заборчика Крисмас Кэнди. Рорин Файя. Аш Блонд. И Ред Энджел. Красный Ангел. Так, не спеша можно повторить и основу английского языка, подзабытого со школы. Напоследок покажу еще один рядок сортов. Красный крупнолистный Колиоз Хена. Здесь всего лишь один черенок был посажен. Конечно же, для пышного куста нужно посадить 3-5 штучек. Бизард Голден. Отелло. Флорида Сан Роуз. Зелененькие справа. Цести Цукини. Вкусненькие. Погрызенные слизнями. Доктор Ву. Какао Минт. Гайз Дилайт. В переводе «Ребята в восторге». Табаско. Пиренейское золото. Мендарин Линда. Это трейлерный сорт. Ползучий. Почвокровник. Пайнэпл Квин. Батермен. И Батермен. И Батермен. Арбузик. Друзья, цветоводы. К сожалению, колиусный сезон 2021 подходит к концу. Еще пару недель мы сможем любоваться пестрыми листочками колиусов. Но уже в конце августа нужно озаботиться о сохранении всех сортов до следующего сезона. Нужно почеренковать колиусы, перенести их в дом. О том, как сохранить все сорта колиусов до следующего сезона, смотрите в отдельном видео по ссылочке сверху. А я прощаюсь с вами ненадолго. С вами была Ирина, коллекционер цветов. Подпишитесь на мой канал, чтобы первыми увидеть интересные цветочные видео. Всем желаю удачи и процветания! Субтитры сделал DimaTorzok